Здравствуйте, друзья! Сегодня 14 апреля. Возвращается зима до минус десяти. И вот я все время откладываю прививки самых ценных сортов, которые удалось раздобыть. Поделился со мной в том числе и Макаров Алексеев Иванович. Этот фильм я посвящаю ему. Ну давайте по порядку. Итак, сейчас проверю запись. Записываю с двух сторон, это не всегда получается. Итак, здравствуйте, Олег Алексеевич. Мой мобильник всегда на руках для связи с народом. Итак, внимание, громко, телефон уникального садовода. Один из лучших садоводов в России. Макаров. 8-95-333-66-04. Вот он пишет, можно его афишировать. С удовольствием афиширую. Дальше дело было так. Семья Макарова озаботилась, чтобы моя книга попала на стол к самому Патрушеву, министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу. Вот. Значит, сложным путем, через редактора книги. Это третья книга, которая называется «Садоводство судьбой». Нет, не так. Книга «До избранных судьбой». Это третья книга. Ну-ка, полное название. Сейчас. До сих пор запомнить, могу хоть сам его сочинил. «Садоводство до избранных судьбой. Тайны». Владово, где фактическая энциклопедия. Эта книга, я считаю, не имеет равных по всей России. Вот. Сложным путем, из Питера, от Троценко Павла, редактора, с его помощью, она была переправлена в Москву, к Патрушеву. И тишина. Прошли 2 или 3 месяца. Тишина. Вот. Да какое там 2 или 3? Федраль, марта. 3 месяца прошло. В общем, я понимаю так. Да, Патрушев ее сам не видел. Это не его уровень. Книги читать садоводов-любителей. А те референты, которые этим занимаются, это люди настолько. Или, ну, они уже знают, что уже все известно. И ничего нового не может быть. И не нужна никакая книга Желенова. Хотя это революция, хотя это открытие. Вот. Это вот, это вот. Я частенько сюда захожу. Вот сюда. Если бы Патрушев одним глазом бы сюда заглянул. Одним единственным глазом. Даже не двумя. Вы представляете, что было бы? Вот что было бы. Тут же издать. Миллионным тиражом. Во все школы. Во все вузы. Во все НИИ. Чтобы именно так делали все ученые. Вот так. Перейдя на новую технологию. Вот. Во все библиотеки. Везде и всюду. Свободную продажу. Миллион экземпляров. Можно было бы переломить. Но чиновничество особое. Это от какого-то конкретного чиновника зависит. Вот. Я уже получал от ЛУП. И от этой самой. От администрации президента России. От администрации президента Белоруссии. Вот. Ну давайте так. Полюбовались. И будем изучать опыт человека, который, да, действительно хотел мне помочь. Семья Макарова хотела мне помочь. Книга ушла и канула в лету. А теперь дальше опыт самого Макарова. Вот видите, сколько мы уже поработали. У него будет уникален. Вот. Давайте сейчас мы еще с удовольствием с ним пообщаемся. Даю слово Макарову. Несколько коротких роликов. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вот хотел поделиться. В смысле поделиться. Ну да, не опытом, а метод, который вам передал Валерий Александрович из Украины. По поводу косточек, которые он разбивал, хасанские, для того, чтобы они лучше произрастали. Ну вот смотрите. Видите, действительно, есть такие вот, уже пошли в проращивание, эти косточки хасанского. Да, конечно, тут отсутствует естественный отбор получается. Дело в том, что мы помогаем ему, но, знаете, когда будет много косточек, много у человека вырастет. Конечно, можно жменьками садить и что вырастет, то вырастет. Но когда их мало, я же слышал, вы высылали по три косточки, там, кому больше. Вот. То есть они на вес золота. Поэтому пока что надо ими дорожить. Конечно, вот так шансов больше. То есть это, верим, кулит я залил, засыпал их. Вот. Пропашечу вот одну всего нашел. Чем хороший этот материал? Да, он держит долго влагу, при том, что не является, казалось бы, сырым. Все вот такие он дышит. Видите, сколько тут воздуха. Он не слеживается, в отличие от песка, который приходится время от времени в страхе, чтобы посмотреть. Хорошо, вот это можно уже высаживать. Дальше тянуть нельзя. Значит, заложил я их. Заложил я их 16 января. Расколол. Вот. Значит, как я колю? Я слышал, что молотком туда-сюда. Но это же очень сложно, в том смысле, угадать силу удара. Потому что косточка жесткая, и чаще всего бывает ее или не добил, или перебил. И редко, когда нетравмированная косточка. Вот тот же Хасанский, которым я не сделал все как обычно. Тоже заложил 16 января. Конечно, они пока еще отстают. Им же надо разбухнуть и раздавить все-таки слою скоролупу. Им сложнее. Вот. Что я открыл? Да, вот сейчас покажу, как я их раскалываю. Проще, надежнее, а главное легче. Ну и надежнее, конечно. Вот смотрите, вот здесь такой инструмент хороший, который регулируется. Так, оператора нет. Попробую вот так вот сам. Секундочку. Вот. Значит, смотрите. Тут можно подобрать любой. Так. Посмотрели один. Следующий ролик. У него запись короткая. Попали минуты. Так, продолжение. У меня же такая система. Две, почти три минуты. Значит, я вывываю. Вот, значит, как я этим инструментом и работаю. Подбираешь под каждую косточку определенные. Да не под каждую. Они почти стандарт. Вот, сейчас у меня крупная косточка. Я чуть пошире делаю. Этим инструментом нельзя раздавить зерно, потому что у него есть ограничения. А нагрузка от оси вращения тут совсем немножко. Элементарно. Расчелк и все. Вот и все. Все целенькое, пожалуйста. Рекомендую пользуясь таким инструментом. Вот. Так что, что у меня еще есть? Вот тут нектарин. Помните, я вам выслал веточку. Судебанка получилась с трехлитровых косточек. Это еще самые абликосовые заложенные. Двадцать восьмого в песок. Тут еще абликосовые, но тут другие. Вот. Что хочу? Да, еще вопрос задаю. Почему я никак железо с комом в земле не даю? Да у меня хорошая земля. Я, конечно, ее добился сам. Для чего это мне нужна хорошая земля? Копать приходится много. Особенно сухую глину невозможно же осенью взять. Поэтому я завожу много песка, много чернозема. В смысле, у меня овцы свои. Вот так вот завожу. Дашек трактором перелопачиваю. И закладываю, допустим, новый питомник. Конечно, мне потом легче копать. Вот. И потом с комом я уже попытался некоторым выдавать. Пока довезли, ком рассыпается. Но земля хорошая. А если еще бывает далеко, люди едут. Конечно же, корешки всасывающие, самые мелкие, самые рабочие. Они, конечно же, обсыпаются и обсыхают. И шансов, конечно, у него меньше. Совсем другое дело, когда я в болтушку окунул и в пакет завернул, даже сутки дереву ничего не будет. Это вот к вопросу. Вот. В том, почему я не сдаю закрытый корневой. Вот эти есть, те самые нектарины. Вот. Великолепно сохранились. Совсем не подмерзают. Все четко. Ничего не обрезал. Пожалуйста. Одно дерево у меня будет маточным. Вот и все на сегодня. А это моя новая техника. Экологически чистая. Электрическая. Тележка. Работаю. Все спят. Никому не мешаю. Спасибо на это. Так. Два нюанса сейчас мы с вами обсудим. Обсудим. Во-первых, начнем, наверное, со второго. Вы видели, какие у него нектарины? Вы видели, казалось бы, заглушенные. От самой земли растут ветки. Ребята, сейчас я еще покажу вам их. Вот. Вот. Это мой. Вот. В том, почему я не сдаю закрытой корневой. Посмотрите на них. Вот эти есть, те самые нектарины. Посмотрите внимательно. Вот это и есть настоящее садоводство. Потому что людям, которые называют себя экспертами, вот это слово мне нравится. Наверное, нету. Ну, даже если бы этот эксперт имел звание кандидата наук в доктор, было бы еще страшнее. Потому что калечу деревья, вот эти звания придают авторитет. А так, я-то что-то научился, наслушался, эксперт. Надо лайки, надо просмотры. Надо для какого-то телеканала помочь заработать деньги и себе тоже. И вот на полчаса выдумывает и ходит вокруг дерева и калечит, калечит. Нектарины у Макарова два причины, почему растут, почему плодоносят. Да потому что первое, он Макаров. Вот. Он их не калечит. Понимаете? Вот это самое-самое-самое главное. Что он Макаров и что он не калечит. Ладно. И возвращаемся еще раз. Значит, он упомянул моего украинского друга-земляка Валерия Александровича. Ну, про Александровича вы уже видели сто раз. Только я перестал его показывать. Показывать его фотографию. Только упоминаю по принципу. На Украине точка. В Украине, если хотите. Вот. Ну, вот он как бы меня научил. Да, одно дело, когда несколько косточек, их надо трястись над ними, да, непонятно, зайдут или нет, если там три или пять, десять. А другое дело, когда у него их тысячи, расколол, собрал в январе посреди зимы, снега не было. Расколол, прорастил. А вчера я показывал уже в фильме с его участием. Он уже цветут деревья. У меня неделю снег до минус десяти. Начиная с сегодняшнего дня. Вот сегодня, повторяю, 14 апреля. Впереди снег. А там деревья цветут. И получается, что вот этот способ разбивки не ждать, пока лопнет, а лопнет ли эти самые скорлупки, а взять и самому расколоть аккуратно. Бакаров в этом ситуации прояснил. То есть сделал так, чтобы людям было понятно. Не обязательно молотком, можно аккуратно и пассатижами. Вот этими особыми. Вот, пожалуй, еще часть опыта Макарова мы переняли. Еще будет. А пока, друзья, прощаюсь. Прощаемся мы с Макаровым, удивительным садоводом. Прощаемся с вами. До свидания. Прощаемся с вами. Продолжение следует...